А вот тут ты двумя ногами, да, тут ты двумя ногами наступила в боль, потому что вот наши коллеги пишут, что онлайн-образование почему-то ценится дешевле, а то и вообще бесплатно. Вот как с этим быть? Ну, опять же, да, медийка на это уже тоже наступала, что как же вот все сайты, вы читаете новости, все эти материалы, что вы будете платить, что ли, за эти материалы, но ведь вы не платите, потому что, ну, ценность у вот этих вот, ну, опять же, моей ненавидимой ленты новостей, ценность у этой информации очень низкая. Я даже, блин, рубля не дам за подписку на какую-то ленту новостей, потому что она не приносит мне какого-то прироста, там, понимания или, ну, мне не выгодно, никакой выгоды мне от этой ленты новостей нет, поэтому платить я за нее не буду. При этом есть, например, случаи проекта, там, Корреспондер, например, тот же, где ребята делают такого качества расследования и такой глубины, и настолько качественный журналистский продукт, что они существуют по подписке. То есть им присылают много патреонов, много на кикстартере, много на планете проектов, где вот этот краудсорсинг, краудфандинг, он же построен на доверии и построен на умении коммуницировать с аудиторией. В этом смысле много, как сказать-то, там есть навыки, каким образом брать деньги с живых людей, которые предполагают, ну, там, честность, искренность, инструктурированность, умение отчитываться и нести ответственность. То, чего у нас не всегда мы встречаем в медике. Бум, сейчас, что-то я хотела доброго сказать, блин, мысль ушла. Ладно, мысль ушла, потом вернется, я, да, да. Тут вот, кстати, есть обратная связь еще от коллег. Дистанционный курс помогает решить часть задач, которые нерешаемы в очном обучении. Например, индивидуальный темп, режим подключения к занятиям, необходимость использования дополнительных ресурсов для качественного выполнения заданий, общение с удаленными коллегами, отсроченное критериальное индивидуальное оценивание. Это вот у коллеги позитивный опыт дистанционного учения. Отличный, позитивный опыт, и ты чувствуешь, какая глубина понимания. Ты просто по терминологии, по аргументам слышишь, какая глубина понимания процесса. Я не знаю таких слов. Я понимаю, про что говорится, но вот я такими терминами в образовании пока еще не владею. Я вспомнила, там же вопрос-то был про ощущение бесплатности. То есть, например, когда люди делают сайт, они думают, что нужно заплатить за создание сайта программерам, дизайнеру, редактору, которые изначально это все сделают. Но ведь на самом деле техническое сопровождение, техническое обновление и создание контента, которое стоит денег, оно необходимо не только на старте сайта, но и полностью на всем протяжении его действия. И в ту же самую ловушку попадают люди и с дистанционными курсами. Они считают, что ну ладно, мы уже заплатим там оператору и монтажеру в начале, но дальше нам это ничего не будет стоить, и поэтому оно бесплатно должно отдаваться. Еще, кстати, в коронавирус и в эту пандемию большую свинью положили большие игроки этой отрасли. Они вот в этой панике начали бесплатно сливать вообще весь контент. И это не выглядело некой такой помощью сообществу. Это выглядело исключительно сливом, ну вот смотрите, у нас слива много, берите, 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 вот 586 тысяч лекций, которые у вас бесплатно в этом доступе. Но ведь обучение – это не лекции, образование – это не набор видеороликов. Образование – это достаточно интимный процесс взаимодействия мастера с подмастерьем, учителя с учениками. И если мы говорим именно про качественное образование. И поэтому сейчас на волне вот этого бесплатного контента – это не вопрос. Вы можете самостоятельно, если хотите бесплатно, ну это мы как педагоги, да, мы как маркетологи говорим нашим клиентам. Без проблем, вы можете все это взять бесплатно. Но только вы потратите время на то, чтобы собрать, отсортировать плохое от хорошего. Вы потратите время на то, чтобы погрузиться в эту тематику и в ней разобраться. Но вы можете сэкономить время, заплатив тем педагогам, тем преподавателям, которые разобрались, отсортировали и могут вас научить. То есть вот эта история про вы экономите время, и экономия времени стоит денег. Вы можете потратить три года и пройти тот же самый, или 15 лет, и пройти тот же самый путь, который прошел педагог. Ну для вас это будет бесплатно. Не вопрос. Я в этом смысле никого не форсирую, но я очень не люблю, когда качественный, хороший продукт, который ценен и который стоит денег, когда его отдает бесплатно или там за три рубля. Это неправильно, это нарушает экологию коммуникации. Извините. Подведем итоги голосования и вернемся к Алисе. Итак, 66% наших зрителей и слушателей хотят освоить новые навыки. Видишь, какой, смотри, запрос, Оксана, высокий на освоение новых навыков у нашей аудитории. Да, кстати, новые навыки и инструменты на сайте сделанной медиа. У нас просто отдельный раздел инструменты и сервисы, как раз мануалы, инструкции. Если вы хотите что-то попробовать, достаточно подробно и понятно описано, совершенно бесплатный контент лежит. Да. Продолжение следует...